А толку тогда от этих энергоэффективных ядер? Вы сделали маркетинг, который сам себе противоречит. То есть уже не 13 часов должно быть, а больше на несколько часов. Ну что у вас там инженеры с маркетологами договориться не могут? Там кто думает про 5 лет, что он будет вперед покупать? Вы как бы розовые очки, друзья, я хочу с вас снять. Чем чаще вы заряжаете батарейку, тем чаще вы будете ее менять. Так, друзья, всем привет. Это видео будет такое срочное, необычное, но важное для многих. И возможно после просмотра этого ролика, если вы хотели iPhone SE 2020, вы откажетесь от покупки, потому что здесь будет факт. Я в первый день не выпускал, потому что, во-первых, не хотел торопиться. Я хотел успокоить свои эмоции. Мне подписчики успокаивали по поводу форм-фактора. Мне писали объяснения, аргументированные. Я благодарю подписчиков. Но один подписчик написал очень грамотно в сообществе, когда в посте я разместил, что представили iPhone SE. И хочу с него начать видео, если у вас точно такая же реакция и точно такой же вопрос. Пожалуйста, вот сейчас я буду отвечать. И послушайте. Подписчик Такт Курган, если правильно сказал, извините, если неправильно. Он сказал, что очень даже хочу этот аппарат. Объясняю позицию. Первое. Процессор это просто зверь. Для него это значит, что его хватит на много новых iOS. Что означает его долгую поддержку. Так же способствует поддержке и работе ArcKit. Ну, ArcKit и в других процессорах поддерживается. Хорошо, идем дальше. Второе. Камера очень даже приличная. Как передняя, так и задняя. Как фото, видео апнули, что очень даже отлично. Вопрос. Откуда знают про камеры, если еще Apple сама, по сути, еще даже не поступил в продажу аппарат. И еще нету тестов этой камеры. Идем дальше. Третье. Экран меня очень устраивает. Хожу с SE первым поколением. Отлично, идем дальше. Четвертое. Аккумулятор больше, плюс поддержка беспроводной и быстрой 18-ваттной зарядки. Аккумулятор больше по сравнению с чем? И поддержка быстрой 18-ваттной зарядки по сравнению с чем? Любой телефон поставьте с быстрой зарядки, он будет заряжаться быстрее. Абсолютно любой. Что Android, что iPhone. Хорошо, идем дальше. Wi-Fi 6. Очень даже хорошая штука. Да, согласен полностью. Теперь цена. Не забывайте, какой сейчас курс. При 74 был бы налог, ла-ла-ла. И я считаю топ. Отлично. Также объяснил, что из-за курса разницы валют появилась такая цена. Сейчас аргументировано математически и с таблицами. Скажу обратную ситуацию и не соглашусь с этим комментарием. Я очень рад, что подписчики, мы с вами общаемся, друзья, очень уважительно, культурно. И вот поэтому я и зачитываю. Потому что каждое мнение имеет на существование. И в этом вот дискуссии мы находим. Но теперь давайте по порядку. Итак, у нас iPhone SE 2020. Так, так. С чем его можно сравнивать? С iPhone 8, который Apple сейчас снимает с продажи, очень умно. Потому что он будет им перекрывать. Вот. С iPhone XR, потому что цена практически такая же, что на Яндекс.Матрике, на Яндекс.Маркете посмотрите, что в Е-каталоге. Посмотрите, элементарно цены. На официальном сайте 50. Все развезенные за 42 уже продают iPhone XA. Итак, по порядку. Дисплей, размер 6,1, 4,7, 4,7. PPI дисплей. PPI, кто не знает, это количество пикселей на дюйм. 326. У всех аппаратов. Это означает, если захотите, увидите лесенки в определенных приложениях с мелким текстом, с мелким шрифтом. Самые лучшие PPI из айфонов. Это в плюс версиях, в десятках, 10s, 10max и так далее. Вот. Идем дальше. Яркость дисплея 625 кандел на метр квадратный. Одинаково у всех. Идем дальше. Цветовой охват дисплея P3. Одинаковый у всех. Идем дальше. Азу. Вот тут прокачали. Если в айфоне XR у нас 3 гигабайта оперативной памяти, то в айфоне 8 у нас 2 гигабайта оперативной памяти. В айфоне же SE 2020 пока нету данных, но поскольку там стоит чип A13, то там обязательно Apple должна поставить, ну если она сравнивает с айфоном 11, 4 гигабайта оперативной памяти. И если там потом выяснится, друзья, что там будет 3 гигабайта оперативной памяти, то скорость работы в некоторых приложениях будет почти как в айфоне XR. Ну то есть сэкономили так-то на оперативке они 25% стоимости, если уж брать, ну не знаю там какие у них закупочные, ну если вот математически подходить. Идем дальше. Теперь, ну коснулись центрального процессора, давайте тогда о нем и поговорим, потому что очень много все говорят A13, A13, что это шестиядерный. Во-первых, друзья, хочу вам сказать одно главное правило, потому что это Apple-овское устройство. Оно убивает и немножко замедляет все свои мощные процессоры. Не верите? Лимитарно. Вот этот iPhone XR, кто увидел уже видео, я когда купил, работал на iOS 12, все прекрасно. Стоило мне обновиться на iOS 13, сразу вылезло. А теперь скажите мне, Apple, сколько нужно ядер процессора и оперативной памяти, чтобы открыть редактор фотографий. Вот скажите мне честно, сколько надо реально мощи? Вы 7 нанометров всю эту технологию изучали для того, чтобы что? Фотки невозможно было отредактировать. Ну что, вот вам и все мощные ядра, все накрылись. Просто элементарно фотку невозможно отредактировать. Поэтому давайте разбирать. А13, если мы будем говорить про его преимущество, очень много говорят, что это преимущество, это суперский процессор, шесть ядер. Два быстрых, четыре энергоэффективных. И, о чудо, в айфоне XR тоже шестиядерный А12. Два быстрых, четыре энергоэффективных. И, о чудо, в айфоне 8 тоже шесть ядер. Два быстрых, четыре эффективных. Ну ладно, технологии не стоят на месте. Мы читаем официальную информацию, которую заявляет Apple. Преимущество центрального процессора А13 по сравнению с Айфоном 8. В 1,4 раза быстрее Айфон 8, данный процессор, именно А13. А в сравнении с XR, вот сейчас, друзья, запоминайте эту информацию. Мы к ней еще вернемся. Высокопроизводительные ядра теперь на 20% мощнее и на 30% энергоэффективнее. А ядра для повседневных задач на 20% мощнее и на 40% эффективнее. Четырехъядерный же ускоритель, графический ускоритель, оптимизированный под API металл, стал на 20% мощнее и на 40% энергоэффективнее. То есть, графический ускоритель, поскольку не все знают, в А13 4 ядра имеет, в А12, то есть в Айфоне 10R, имеет тоже 4 ядра, а в Айфоне 8 он имеет 3 ядра. Но в любом случае, если мы возьмем минимальная планка, iPhone SE 2020 должен с этим процессором потреблять на 30% меньше, потому что он энергоэффективнее во всех задачах, а лучше даже на 40%. То есть 30-40% это официально со слов Apple. Мы к этому вернемся, идем дальше. Преимущество видеопроцессора, ну графического процессора, по сравнению с Айфоном 8, если вот они там тесты проводили, в два раза быстрее он Айфона 8. Супер, хорошо, идем дальше. Bluetooth, пятая версия у нас во всех телефонах, Wi-Fi 6 у нас только в Айфоне SE 2020. Гениально, Apple, в Макбуке вы последние это не вставляете, зато в Айфоне вы это вставляете, как будто, я не знаю, Айфоны живут дольше Макбуков. Какая-то тупость, я не понимаю, зачем так делать. Хорошо, если с официального пресс-релиза смотреть, это на 38% выше скорость подключения по Wi-Fi. Супер, хорошо, и Wi-Fi 6 действительно крутая штука, идем дальше. Теперь, ну это мы все изучили, теперь к самому главному, как для меня, я считаю, что в телефонах это действительно одно из самых сильных преимуществ, это автономность. И тут мы сейчас затронем аккумулятор. Вспомните, сколько у нас у нас энергоэффективные процессоры, минимум на 30% в А13. А теперь, самому важному. Поскольку форм-фактор iPhone SE 2020 такой же, как у iPhone 8, получается, что батарейку особо больше они не поставят. Они в два раза не смогут поставить туда больше батарейку. То есть они, по сути, поставят ту же самую батарейку, практически чуть плюс-минус, а зная Apple, они еще и могут убавить батарейку, такая же, которая стояла в iPhone 8. А в iPhone 8 стоит батарейка на 1821 мАч. Это мало на сегодняшний день, но с учетом оптимизации на день еле-еле должно хватать. Теперь, аккумулятор, который установлен в iPhone XR, имеет емкость на 2942 мАч. А это на 61,5% выше, выше, больше, чем на 60%. То есть даже если логику сложить и взять этот суперский энергоэффективный процессор на 30, то iPhone XR будет в два раза эффективнее этого процессора, по сравнению с... Ну, то есть если брать с точки зрения преимущества аккумулятора. Опять, ну как-то странно. Ну ладно, идем дальше, читаем, что Apple-то сама заявляет. Она заявляет 13 часов без подзарядки при просмотре видео. И вот чудо, iPhone 8 тоже 13 часов без подзарядки при просмотре видео. Да, тут сейчас уже могут опытные пользователи вмешаться, сказать, Рома, ты же знаешь, что с обновлением iOS батарейка все меньше и меньше служит. Да, вот это и есть Apple-овский маркетинг. Она не к новым устройствам добавляет вот эти вот преимущества. Она от старых отбирает, а у новой сразу выглядит круто. Такой хитрый маркетинговый ход гениально вообще. Ну, то есть, получается, Apple, у меня к вам вопрос. А толку тогда от этих энергоэффективных ядер? То есть энергоэффективных, графических и центрального? Вот у меня, подождите, логика. Где? Если даже при той же самой батарейке, при той же... Понимаете, вы сделали маркетинг, который сам себе противоречит. Вы сделали ту же, даже если вы сделаете ту же самую батарейку, у вас должен гаджет служить минимум на 30% больше. То есть уже не 13 часов должно быть, а больше на несколько часов. На 3,5, на 4 часа должно быть больше. Он должен 16 держать часов, он должен 20 часов работать, но не 13. Ну что, у вас там инженеры с маркетологами договориться не могут? Зачем вы рассказываете про преимущества этого А13, про энергоэффективность, если у вас даже при той же самой батарейке, ну вы же не поставите туда батарейку 1000 мА, у вас должно служить дольше устройство. И тут же в рекламе вы показываете, что оно служит столько же, сколько iPhone 8. Гениально вообще. При этом добавляют, у нас есть быстрая зарядка 18 Вт. Да 18 Втную зарядку к какому-любому телефону подключите, у вас он будет заряжаться быстрее. Ну что, кто уже проверял это, все знает прекрасно. Получается, если говорить про батарейку, iPhone XR просто поимел всех в данном списке. В самом хорошем смысле слова. Хорошо, идем дальше. Стандарт защиты IP67. И о чудо, iPhone XR тоже имеет такую защиту. И о чудо, iPhone 8 тоже имеет такую защиту. Блин, что тут хвастаться, тут все старое. Что 1 метр 30 минут у iPhone 8 было, что так до iPhone SE 2020. Но если на 5 лет покупать, ну блин, ну новый стандарт хотя бы. Да, я понимаю, что у Apple стандарты выше, чем там, может быть, у каких-то там китайских производителей. Вот, потому что у Apple там, она больше за этим следит. Но это не такое преимущество. Идем дальше. Камера. Поскольку подписчик очень грамотно сказал по поводу камеры, откуда вы знаете, какая там стоит камера. Но, зная Apple, там не будет по-любому камера такая же, как в iPhone 8. Но это глупость будет из стороны. Она себе обрушит рейтинг. И там будет по-любому камера, либо от iPhone XR, ну и прям 35% ставлю, что там будет камера похожая, как в iPhone 11. Ну то есть модуль камеры это не дешевое устройство. Поэтому, в принципе, камера будет там хорошая. Это по-любому. Потому что в iPhone XR хорошая камера. Вот. Но в iPhone 11 она чуть-чуть прокачаннее. Но, друзья, ну все прекрасно, особенно блогеры понимают, которые полжизни себя снимают на телефон, что вот эта камера, если долго на нее снимать, она перегревается, и у вас потом все в мыло становится. Я тут ребятам показал из MacMac Pro, как у меня теперь фотоаппарат на iPhone XR фотоет. Я же много на него и снимал, и все это. Там вообще мыло там, вообще там качество при покупке не сравнить. Поэтому если, ну как бы, нужно хорошее качество, мне кажется, уже iPhone отстает от этого. Вот, ну то есть, именно по сжатию, по кодекам, вот по вот этому, они неплохо делают. А по поводу качества фотографий, за 40 штук? Серьезно? Ну блин, я представляю, что можно взять на Android аппарате. У нас остается форм-фактор и стереозвук. Стереозвук, сразу могу сказать, не надо удивляться. Потому что стереозвук, о чудо, есть тоже в iPhone XR. Стереозвук есть в iPhone 8, 8 Plus. Стереозвук есть в iPhone 7, 7 Plus. Блин, да он уже в любом устройстве современном есть этот стереозвук. Только в современных iPad'ах нету. Air Mini, только в iPad'е Pro. То есть, почему так Apple делает, непонятно. Вот, надо уже это нам. Huawei, Samsung, выходите на рынок планшетов. Жмите Apple, чтобы они уже предоставляли нам реальные крылевые преимущества. Вот. Ну и форм-фактор. Друзья, по форм-фактору, честно, у меня самый был большой вопрос. Потому что форм-фактор, действительно, я понимаю, что для многих важно. Я сам поэтому взял iPhone XR, потому что для меня форм-фактор плюски, вот этой вот Max-версии, был очень большой. У меня не помещается в карманах и мне неудобно. Вот. И я понимаю. Но почему нельзя было сделать такой же дисплей, как в iPhone младших версиях? Там, получается, там, десятка, 10S. Ну, почему нельзя было сделать такой экран? Почему оставлять нужно было 4,7? Пальцем не дотянетесь? Хорошо. Смотрите. Давайте сделаем сейчас просто. И, ну, как бы, если я действительно мыслю субъективно, пусть это будет объективной роли. Я сейчас вам дам три изображения. В голосовании в Инстаграме я его себе провел. Там мне уже подписчики проголосовали. Но сейчас мы сделаем здесь опрос. Я дам вам три изображения. Apple'овский iPhone SE 2020 и два моих варианта. И давайте посмотрим, как у нас голосует публика. Что бы они взяли за 40 тысяч рублей? Итак, первый вариант, второй вариант, третий вариант. Голосуем. Вверху, справа, там нужно нажать на опрос. Итак, все, результаты узнали. Все, как выберете, так и выберете. Отлично. И теперь по поводу цены. Подписчик правильно заметил, что курс скакнул. Но математика, наука точная. Курс скакнул. И даже если учесть, что он сейчас гуляет там 73, 75 и так далее. Опускается иногда до 72, там 50 и так далее. Но даже если округлить, курс скакнул на 15 в среднем процентов. На 15 вы можете посчитать. Сегодня курс у нас 73 рубля. 72, там 90, ну не суть, 73 рубля. Вот. Отлично. Все, посчитали. Если учесть, что 15 процентов и взять стартовую точку не самого, а первого iPhone SE, ну хорошо. Даже вот от iPad'ов, от бюджетных, откидываться, то есть с изменившимися уже последними курсами. То есть хотя бы от 30 тысяч рублей, а это тоже немало, 30 тысяч рублей. И взять современную Apple'скую стоимость в 40 тысяч рублей, то разница в 25 процентов. То есть курс увеличился на 15 процентов, а стоимость на 25 процентов. Так, хорошо. Отлично. Тут еще мы добавляем, получается, по-любому скакнули цены у всех поставщиков по миру. Еще, возможно, чтобы каких-то нету, может быть, комплектующих и так далее. Но если говорить только про курс, это неверно. Потому что Apple, получается, либо закладывает риски и идет как бы наперед. И думает, что в Российской Федерации, по крайней мере, я просто про российский курс говорю. Вот, будет курс 80 рублей за доллар. То есть сейчас стоимость этого телефона 80 рублей за доллар. Если бы было 75 рублей за доллар, математически бы было, ориентировочно 35 тысяч рублей. И вот эта бы цена была хорошая для этого устройства. Даже несмотря на вот эти все недостатки и вот сравнение, которое я сказал. Потому что 35 тысяч официальная цена и какая серозависенная, около 30-28 тысяч рублей. Прекрасный бюджетный аппарат для того, чтобы, ну, как второй рабочий телефон или просто как рабочий телефон под форм-фактор. Все. Ну, даже с этим экраном 4,7 дюймов старым, который уже там фигово знает сколько лет. Ну, да, еще можно понять. А сейчас у меня большие вопросы. А зачем покупать за 40 тысяч, когда можно 2 тысячи добавить, купить iPhone XR, где будет Face ID, где не будет никаких кнопок, где будет экран в 6,1 дюйма. Вот. Ну, то есть и будет батарейка больше на 60%. Это серьезно. Либо iPhone 8 еще купить, который сейчас, конечно, не сильно ниже в цене. То есть на 5 тысяч рублей. Его сейчас можно взять где-то за 35 тысяч рублей. Ну, блин, это такое устройство, которое... Ну, если вы прям очень хотели iPhone 8, ну да, ну я понимаю. Ну, если за 35 вы покупаете и 5 тысяч вам разницы нет, ну, еще можно понять, за 40-ку хорошо. Вот. Но просто батарейка будет. Батарейка будет первая выстреливать. Ну, то есть чем меньше батарейка, чем быстрее она разряжается. Вы там, кто думает про 5 лет, что он будет вперед покупать. Вы как бы розовые очки, друзья, я хочу с вас снять. Чем чаще вы заряжаете батарейку, тем чаще вы будете ее менять. Посмотрите цикл зарядки у батареи. Или как эксплуатировать MacBook на зарядке. Там я эту таблицу тоже делал. Вот. То есть у MacBook циклов 1000, у iPhone 500. 500 раз батарейку перезарядите, все, она начнет падать. 500 раз достаточно. Все, и начнет падать. Да, эти циклы можно увеличить правильным, но это телефон. Это телефон, вы все равно будете то в холод, то в жар, еще что-то. То есть в любом случае получается, что ну такое себе устройство, которое ну точно не для всех. Для меня оно точно не подходит. Если вы считаете, что оно для вас подходит, отлично. Имейте все эти пункты в виду и сами принимайте решение. Я хочу давать для вас объективную информацию, чтобы вот по сравнению вы поняли. Вот. Если там будет меньше оперативной памяти, чем 4 гигабайта, там будет камера от iPhone XR, и емкость батареи потом вскроется, что либо такая же, либо она дольше не держит, как по сравнению с iPhone 8. Я тогда вообще, тогда полностью можно мое видео пересматривать дважды и умножать мои недостатки в уме на два. Потому что я тогда вообще не понимаю, зачем нужно вот это устройство, которое вы через год будете материться, почему у вас так медленно держит батарейка. С новым iOS у вас будет еще держать меньше батарейка. Вот и все. Ну то есть 50 раз нужно подумать, 40 тысяч готовы вы за это платить или нет. С вами был Роман Ястреб. С уважением каждому из вас. И спасибо, что пишете комментарии культурно. Я уважаю вашу точку зрения, просто у меня есть своя, и я оставляю комментарии, которые без матов. Так что, друзья, будем цивилизованы, тем более в это непростое время. Счастливо!